Внутри моногородов, развитие которых напрямую зависит от единственного городообразующего предприятия, предложили создавать торы. Постановление об этом около месяца назад подписал вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев. Открывать территорию опережающего развития разрешили в проблемных муниципалитетах. В число таких попали оба амурских моногорода – Свободный и Рачехинск. Создание торов позволит местному бизнесу получать дополнительные налоговые льготы. При этом поддержка государства должна распространяться в первую очередь на малый бизнес, считают амурские власти. Сейчас закон предусматривает налоговые каникулы только для юридических лиц, а индивидуальных предпринимателей обходит стороной. Александр Козлов выступил на совещании с предложением пересмотреть положение дел. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение проработать этот вопрос, поскольку кошелек многих моногородов напрямую зависит от бизнеса. Бюджет одного из наших моногородов, города Свободный, пополняется 10% бюджета как раз от деятельности индивидуальных предпринимателей. И больше 12% людей, проживающих в трудоспособной городе, как раз трудятся на индивидуальных предпринимателей. Это говорит о многом, и обязательно эти меры поддержки нужно предусмотреть, иначе это будет неправильно. Льготы вторых будут получать те предприятия, которые смогут предоставить не менее 20 рабочих мест в год и смогут инвестировать не менее 5 миллионов рублей. Всего в списке российских моногородов около 320 муниципальных образований. Большинство из них, в том числе Свободный и Райчихинск, находятся в сложном положении. Экономическая ситуация на этих территориях зависит от успешности работы градообразующих предприятий. Райчихинск – это угольная промышленность, во втором городе предприятие РЖД. Кстати, Свободный уже разработал несколько проектов для реализации на территории опережающего развития. Они предполагают создание более 200 новых рабочих мест. Наталья Шепелева, Альфа Новости.